Итак, по Казахстану прокатилась волна недовольств. Основная причина – дорогостоящие узаконивания авто. В 2016 году ввели повышенные ставки на первичную регистрацию и утильсбор. Причем привязали платежи к курсу МРП. В этом году показатель снова вырос, а значит увеличились суммы платежей. Согласно открытым данным, платеж за первичную регистрацию составляет от 730 до 1,5 млн тенге. Такой разброс объясняется возрастом авто. Чем старше, тем дороже. Впрочем, утильсбор зависит и от объема двигателя. Так, например, владельцы авто с объемом двигателя больше 1 литра, но меньше 2 литра должны платить чуть больше миллиона. А свыше 3 литров – свыше 3 млн тенге. Утильсбор в Казахстане объясняют заботой об экологии и обновлением автопарка. В странах Европы такая практика существует давно. В некоторых даже действует закон о том, чтобы 85% комплектации составляло из материалов, которые поддаются вторичной переработке. То есть у них новые машины производятся, по сути, из старых. И налог на утилизацию они включают либо в стоимость авто, либо в экологический налог. Так, например, в Бельгии дорожный налог с уже внесенной суммой утилизации варьируется от 84 евро в год до 208. В Норвегии единовременный экологический сбор – 350 евро. В Японии от 90 до 180 долларов, а вот в Украине – похожая с Казахстаном система оплаты. Там стоимость тоже зависит от типа машины и объема двигателя. А цены находятся в диапазоне от 250 долларов до 1000. Тем временем владельцы кустанайских авто на Росучете боятся вместе с машиной лишиться единственного источника дохода. Они рассказали, что приобрести на казахстанском учете автомобиль у многих просто нет возможности. Именно недорогая цена и необходимость работать на машине стали, по их словам, основными причинами, которые вынудили приобрести иностранное транспортное средство. Мои коллеги Айжан Утебова продолжат. Кустанай Сазамат Мамана в числе десятка других возмущенных водителей решил выяснить у полицейских, почему его машина с российскими номерами вдруг оказалась вне закона. Мужчина приобрел свое авто минувшим летом за 4 миллиона тенге. Купить такую же машину на казахстанском учете было для него слишком дорого. Теперь она – его единственный источник заработка. Я не знал, что машина на учете не состоит. Посчитал, что раз границу прошел автомобиль, значит нормальный, чистая машина. Я работаю на ней каждый день, занимаюсь перевозкой пассажиров. Теперь жду, не знаю, как быть. У меня есть семья, трое детей. Как их кормить, если у меня заберут мой единственный источник дохода? В аналогичной ситуации оказалась многодетная мать Айман Тенебекова. Свой вопрос, как жить и что делать дальше, она задала Акиму Кустаная. У меня казашка была машина, она у меня просто сгорела. Себе новую я не смогла позволить, там купить именно казахстанского производства. Потому что я вам еще раз говорю. Я работаю сейчас одна. Меня мужа уволен. Я 4 детей на что собираюсь. Однако позиция полицейских неизменна. Мол, владельцы авто знали, на что шли. Владелец транспортного средства, который приобретает автомашину с иностранными номерами, он испытывает некоторые риски. Он не проверяет данную автомобиль на предмет законности этого приобретения. То есть, стоит машина на учете в Российской Федерации. Стоят ли обременения в виде залога, ареста на данный транспортный средств. Чистится ли машина в угоне в иностранном государстве. То есть, он покупает, как говорят, кота в мешке. Таких котов в мешке только по Кустанайской области. 7800 автомобилей. На штрафстоянку отправили уже около 40 машин без учета. Теперь вопрос по традиции вам, уважаемые телезрители. Как вы считаете, чего хотят добиться выявлением российского авто? Ну, понятно, это обеспечение безопасности, но также муссируют сомнения относительно того, что это якобы поддержка отечественного автопрома. Что вы думаете? Для того, чтобы ответить, вам необходимо навести телефон на экран, просканировать QR-код. Это вас автоматически перекинет нам на платформу. А у нас уже проголосовало практически 400 человек, и 59% вы это видите за второй вариант. Комментарии от вас чуть позже. Участвуйте. Ну, а сейчас своими за и против поделятся приглашенные гости. Так, у нас в студии заместитель председателя правления Союза независимого автобизнеса Казахстана Шенгас Темыр. И на связи по скайпу у нас автожурналист Евгений Кубеков и представитель Минэкологии Тимур Хамитов. Здравствуйте, уважаемые гости. Рада вас приветствовать у нас на столь актуальную тему. Споры не утихают. И, Евгений, первый вопрос вам. Как вы нас слышите? Добрый день. Отлично все. Сначала я хочу привести распространенное мнение некоторых из владельцев авто, пригнанного из России. Так, например, считают, что раз через границу запустили, пусть отвечают за свои действия, подразумевается МВД. Тем временем закон гласит, и я зачитаю, к участию в дорожном движении допускаются только транспортные средства, зарегистрированные в установленном порядке. Вопрос. Почему тогда такие авто допускаются на территорию Казахстана? Сейчас, видимо, нет возможности проверять на границе, зарегистрирована ли эта машина в России. Ну, а если даже зарегистрирована, потом же ее могут снять с учета. Ну, на самом деле, незнание закона не освобождает от ответственности. По большому счету, мы много раз об этом говорили и писали везде. Да, то есть, границ у нас нет таможенного контроля с Российской Федерацией. Пропустить, не пропустить, вопрос такой стоит, что кто хочет, тот заезжает. Такой вопрос, что соблюдать законы нужно. По статье о законе дорожного движения, статья 66, это четко говорит, что казахстанцы, которые приобретают автомобиль в свою собственность, должны в течение 10 дней зарегистрироваться. Все получилось так, что многие подумали, будут ездить и дальше на этих автомобилях. В России собственники этих автомобилей просто не захотели платить налоги за них, и поэтому сняли с учета. И это вполне ожидаемо. То же самое, что у нас по доверенности сейчас тоже никто не ездит. Все стараются заполучить свою собственность. Продолжите свою мысль. Ну, вот смотрите, в страну было ввезено 210 тысяч автомобилей за последние годы. За это же примерно время 200 тысяч машин таких же примерно автомобилей было утилизировано в нашей стране. То есть зачем их привезли, непонятно совершенно. Потому что 66 тысяч машин из этих 88, которые не стоят ныне на учете, это автомобили старше 10 лет, преимущественно это российского производства, автомобили Lada, Жигули и так далее. То есть эти автомобили изначально стоили дешево в России. То есть мы своими силами решили проблему утилизации в России, вывезли их в нашу страну. И естественно, кто их покупал, они прекрасно знали, что они покупают. Потому что назад дороги нет. На самом деле, закон о дорожном движении говорит о том, что эти автомобили необходимо раз в год вывозить. Зарегистрированные даже автомобили, которые сейчас до сих пор стоят на регистрации в Российской Федерации. А эти автомобили, получается, не зарегистрированы вообще никак. Но получается, по итогу, что и не в России, и не в Казахстане. То есть вы считаете, что это ответственность в первую очередь владельцев самих авто? Да, безусловно. Это ответственность владельцев. Потому что, на самом деле, большинство, вот я цифру вам привел, это автомобили, которые стоят совсем дешево. Такие автомобили не поставить на учет в Казахстане. Потому что у нас есть правила регистрации, утвержден требование для автомобилей, что они должны иметь при регистрации. Это экологический класс, подушка безопасности, АБС, система изофикс и так далее. То есть все четко прописано. Вопрос, как велась работа по информированию населения, Ну, здесь, конечно, возникает вопрос. Шунгус, вот насколько я знаю, утилисбор, он привязан к МРП. Все же верно? Совершенно верно. Считаете ли вы это целесообразным? Ну, МРП, он для того и создавался, чтобы как-то, ворот, соответствовать инфляции ежегодно. Здесь больших вопросов у меня нет. 50 МРП и коэффициенты, там, 3, 5, 7, в зависимости от, если мы говорим об утилисборе и первичной регистрации, от возраста, от объема двигателя и так далее. Но здесь проблема же состоит в несколько другой плоскости. Вот с Евгением, как юрист, я, конечно, 100% соглашусь. Закон есть, те, кто возил машины, знали, не знали, не знание закон не освобождает от ответственности. Здесь вопросов нет. Но давайте посмотрим, почему люди пошли на этот шаг. Автомобили, которые они приобретают в России, они действительно намного дешевле. В России утилизационный сбор и первичная регистрация, они не достигают таких сумм, как у нас. Если мы приобретаем малолитражку, 1,6 литра от 3 лет, сумма, которую нужно будет уплатить за утилизационный сбор и первичную регистрацию, составит 2,5 миллиона тенген. В России сумма будет порядка 1 миллиона тенген. Мы можем сейчас разные варианты пересмотреть, но сумма очень большая. Есть лица, которые приобретают там минивены для того, чтобы заниматься бизнесом, частным извозом. Там суммы могут доходить до автомобилей, стоимость которых, возраст которых превышает 5 лет до 6 миллионов тенген. Ну, понятно, что люди вынуждены заходить в кабалу. Либо у них выбор, либо покупать очень дорогой автомобиль у нас в Казахстане, либо найти вариант подешевле. В России, да, понятно, там перспективы достаточно туманны, но люди вынуждены жить сегодняшним днем, потому что финансовые обстоятельства не позволяют. Ну да, вы показали пример в сюжете именно то, о чем вы говорите. К тому же у нас, если посмотреть, автомобилей на рынке мало. То есть предложение, оно достаточно ограничено. Понятно, это сейчас общемировая ситуация, проблема, но мы говорим о нашей стране, о Казахстане. Граждане, кто пошел на такой шаг, они были вынуждены это сделать. Мы хотим донести эту основную мысль. Понятно, закон нарушается. Понятно, что нужно ставить их на учет, нужно их регистрировать, либо эти автомобили будут изъят. Но это не выход. Я могу резюмировать? То есть я понимаю, вы за отмену утили сбора? Или вы за амнистию? Как бы вы видели этот консенсус? То есть смотрите, люди в эту кабалу попали. Хоть машина и дешевая, для кого-то это значительные суммы. Сейчас они могут условно лишиться источника заработка. Вот что вы видите? Амнистия с точки зрения утили сбора? Отмена? Я не сторонник вот таких вот настроений. Амнистию, простить кредиты, конечно, это, на мой взгляд, подход неправильный. Но в то же время утили сбор – это практика общемировая. То есть не мы ее придумали. Наше предложение сделать открытым, прозрачным механизм формирования цен на утилизационный сбор. Откуда такие суммы взялись? И мы считаем, что этот размер можно существенно уменьшить. Европа 100, 200 евро, 50 евро в зависимости от страны. Почему бы нам не сделать примерно такие суммы? С удовольствием граждане их заплатят. Вот с удовольствием. Ну вот, кстати, этот вопрос я переадресую представителю Минэкологии. Тимур, вы все слышали? Что можете сказать? Действительно, что является составляющей этих цифр? Добрый день. Что касается данного вопроса, я хочу пояснить о том, что согласно приказу номер 42, у нас коэффициенты ставки устанавливает полномочный орган в области индустрии и инфраструктурного развития. Хорошо, понятно. Мы сегодня, кстати, тоже МИР приглашали в студию, и вы могли бы задать вопросы и получить ответ, но, к сожалению, они к нам не пришли. Тогда я другой вопрос вам, Тимур, задам. Вот смотрите, я повторю информацию, которая была у нас в начале выпуска. В 2016 году ввели повышенные ставки на первичную регистрацию Тельсбор. Понятно, мы знаем мотивацию. Скажите, вот вы как специалисты, и ваше ведомство все-таки курирует выхлоп от этого. Что вы видите? Какая лепта внесена в улучшение экологии? Может, это как-то в перспективе? Или мы уже видим явные результаты? Спасибо за вопрос. Да, вкратце хотел бы объяснить, что с 2016 года у нас станет внедрён принцип РОП, расширенная обязательность проведения партнерства. Принцип РОП заключается в том, что это влияет сбор и обязательность к пилизационным платежам. Данную киплатёжу аккумулируется в виде финансового листа, который поступает в виде пилизбора, и направляется на мероприятие, стекулирующую непосредственно переработку отходов. То есть основным направлением расходования оператора РОП поступает в пилизационных платежей является создание инфраструктуры по сбору, переходке продукта, которая вышла из эксплуатации. Что касается закона, то экологический кодекс, статьёй 388, у нас предусмотрено предупреждение деятельности самого оператора РОП. Что касается мероприятий, то у нас в 2001 году на экологические мероприятия направлено более 9 миллиардов тенге. Это как-то коррелируется с утильзбором? Нет? Уточню у вас. Это постоянно у нас прорывается и наращивается по мере потребностей в городах и регионах страны. Могу вам перечислить мероприятия, на которые в текущем году были направлены данные 32. Это финансирование совершенствия материальной технической базы, то есть закупки специального оборудования для увеличения сортировки и переработки и коммунальных входов. Это в таких регионах, как Восточно-Казахстанскую область, Семей и Ротуве. Также работа по оборудованию меморандов с местными исполнительными органами и специализированными организациями продолжает. Также направляется на стимулирование, сбор, транспортировки и переработки в отходах автокомпонентов. Также есть у нас сейчас программа, которая передает свои обороты. Также на эту программу были направлены 32. Но эти же суммы, эти средства, понятно, да? Вы цифры нам не озвучиваете. Они же никак не пересекаются с утилесбором, да? Тимур? Здесь, смотрите, хочу пояснить вам, что идет стимулирование. То есть из этого направления деятельности есть предусмотрено стимулирование экологически чистых автотранспортных средств. Тем самым, утилесбор, который занимается, направляет на стимулирование экологически чистых автотранспортных средств. То есть на производство. Ну, можно я тоже прокомментирую. Оператором является оператор РОП, организация частная, которая аккумулирует в себе все утилизационные платежи. Это частная компания. Какая там финансовая отчетность, куда деньги эти направляются, доподлинно неизвестно нам. Это нужно у оператора РОП спросить. Я думаю, представитель Минэкологии тоже на этот вопрос достоверно ответить не сможет, потому что вся первичная информация у них. Но что мы можем сказать из официальных ответов, которые мы получили? 220 миллиардов тенге утилесбора за несколько лет было собрано. 80 миллиардов, если не ошибаюсь, было возвращено нашим автопроизводителям. Автопроизводители с государством заключают соглашение о стимулировании. И они, выполняя определенные обязательства по сборке, по локализации, количеству операций, подтверждают это. И в последующем утилизационный сбор им возвращается. Кроме того, они освобождаются от различных налогов, других платежей. То есть государство всячески их стимулирует. И у нас сложилась такая парадоксальная ситуация, когда автопроизводители буквально почивают на лаврах, потому что у них очень хорошие условия для того, чтобы налаживать автопроизводство. А рядовые казахстанцы не могут позволить себе приобрести эти машины, вынуждены идти на такие, я бы сказал, полулегальные схемы и сталкиваться с такими нарушениями в последующем. Да, они нарушают закон, если не ставят на учет свои автомобили с российскими номерами. Но опять же, мы, государство в целом, мы прижали их к стенке. У них выбора другого нет. Сейчас эти люди просто останутся без машин, потому что я подозреваю, у этих 88 тысяч, у многих просто не будет денег, чтобы узаконить этот автомобиль. Либо они опять погрязнут в кредитах, и опять мы создаем непонятно, какие социальные условия в нашей стране. Вся проблема, я считаю, в том, что у нас очень большой утилизационный сбор. Куда деньги идут, доподлинно мы сказать не можем. То есть здесь нужно разбираться и разбираться. Я думаю, что коллеги из оператора РОП, если их пригласить, они бы подробнее об этом рассказали, и мы что-то стало бы намного понятнее. Да, и где? Мне кажется, что все-таки не все зависит от утиль сбора. Вы посмотрите, у нас дорогие продукты, дорогая недвижимость. Говорить о том, что это все из-за утиль сбора, совсем неправильно. Утиль сбора, первичная регистрация, это входит в стоимость автомобиля. Мы все возим на машинах, то есть тут все взаимосвязано. Первичный сбор стоит всего 750 тенге. О чем мы говорим вообще сейчас? Первичный сбор на автомобиль какой? Согласно законодательству республики. От двух до трех лет это 150 тысяч тенге, свыше трех лет это полтора миллиона тенге на легковой автомобиль. Если мы говорим про микроавтобусы, там суммы до 6 миллионов доходят. То есть я бы хотел здесь, чтобы подмен понятия не было, чтобы мы говорили цифры, чтобы зрители знали, какие цифры на самом деле есть. Ну смотрите, давайте сделаем сначала ремарочку. На самом деле по поводу частного извоза на иностранных автомобилях. Нашим законодательствам запрещено это. Даже здесь уже идет нарушение закона. По поводу утиль сбора. Утиль сбор действительно есть и действительно влияет на стоимость автомобиля, импортного автомобиля в первую очередь. Потому что так или иначе наши автопроизводители компенсируют. Компенсируют вот этот утиль сбор, он возвращается. Но стоимость машин почему-то не падает. Приходят инвестиции в страну. Десятки тысяч людей, которые работают сейчас в этой промышленности, заняты. Где вы хотите, чтобы куда они пошли работать? То есть говорить о том, что нужно вот открыть стран, открыть границы и вывозить бесконтрольно валюту, тоже смысла нет. А никто этого не говорит. Мы говорим о том, что нужно пересматривать ставки утилизационного сбора и первичной регистрации. Вот и все. Евгений, я бы попросил вас вот со мной на одной волне быть. Потому что вы немножко подменяете понятие. Я согласен, потому что все эти ставки были сделаны уже сколько? 5-6 лет назад. Поэтому возможно и время пересмотреть. Но говорить о том, что все проблемы из-за утилизационного сбора, это тоже неправильно. Ну, утилизационный сбор это только половина вот этой большой надбавки, которую автолюбители у нас вынуждены уплачивать. Еще раз, никто же не просит покупать автомобиль в ВУ и возить в нашу страну. Зачем нам этот хлам? Я вот этого не понимаю. Да, зачем нам хлам за 2 миллиона? Покупайте за 8, за 6 миллионов у нас на нашем рынке. Конечно. У людей нет денег. Я же объяснил людей. Проблема вся в этом. Проблема не в утилизборе. Проблема все-таки наверняка в том, что наши сограждане не могут позволить многие вещи. И, допустим, в Норвегии, вот сейчас только что был сюжет, и говорилось о том, что 350 евро стоит утилизбор. Но там машина стоит в 2 раза дороже, чем у нас. То есть автомобиль не должен быть дешевым, он должен быть доступным. Доступным, чтобы любой человек мог пойти и профинансировать свою покупку. Мы можем тогда обсудить уровень доходов в Норвегии, уровень их национального фонда нефтяного. Давайте, это уже комплексный вопрос. То есть надо сравнивать сравниваемые понятия. Еще раз. Нет, да, я понимаю. Я и говорю, что автомобиль должен быть не дешевым. Автомобиль должен быть доступным. У нас страна, Норвегия, у нас территория 9 в мире. Без автомобиля иногда просто не обойтись. Здесь очень много демократов. То есть это, наверное, тема для отдельной дискуссии. Но мы убедились, вот ситуация в стране показывает, что все-таки размер утилизбора первичной регистрации однозначно надо пересматривать. Я думаю, здесь ни у кого вопросов не возникает. Ну, опять же, вот те автомобили, которые везли с России, утилизбор бы им не помог бы никак. Если бы его не было, вы понимаете, что весь хлам из России оказался бы в нашей стране на казахской регистрации. Понятно. Но если бы не было таких сумм, они бы, может быть, и не завозили эти машины оттуда из России в то время, когда они их привезли. Мы же сейчас об этом говорим. Нужно создавать экономику, нужно создавать такие условия, чтобы люди из России, из Кыргызстана, из Таджикистана приезжали к нам и забирали эти автомобили. Тогда не будет проблем с Украшением. Согласен с вами. Давайте их создадим. Ну, где? Ну, то есть... О, а вы тут же... Да-да-да, Евгений. Я имею в виду, необходимо стремиться к этому. Вот, допустим, Арабские, Объединенные Арабские Эмираты, которые постоянно мы говорим, как там все это происходит. Они страна реэкспорт. Куда приезжают из Африки, чтобы покупать ту автомобиль, которую они привезли из разных стран. Почему нам и не сделать такую ситуацию? Почему наши казахстанцы не могут себе позволить ездить на новых автомобилях? Это не проблема у техсбора. Надо сделать автомобиль доступным. То есть, вот эти деньги, которые, допустим, аккумулирует ТО-оператор РОП, почему бы не пустить на льготное автокомпетитование? Ваши слова до правительства в уши. А тем временем я хочу напомнить нашим телезрителям, что у нас идет голосование в Телеграм. Сегодня вы отвечаете на вопрос Росучет, который мы сегодня в кавычках обсуждаем. То есть, Росучет не обозначает, что там машина зарегистрирована. ОПМ, штрафстоянки, все это, это все-таки обеспечение безопасности? По моему мнению, это однозначно так. Почему сейчас приведут цифры? Или это все-таки коррелируется с теми мыслями о том, что лоббируются интересы отечественного автопрома? Сейчас я обновлю цифры. Проголосовало уже больше 400 человек. Много у нас комментариев и 61% вы это видите за второй вариант. Для того, чтобы участвовать, вам необходимо навести телефон на экран, просканировать QR-код, и это вас автоматически перекинет к нам на платформу. О нашим гостям я предлагаю ознакомиться с некоторыми из мнений. Например, Абдурахман пишет, такой ник у нашего фолловера. Лоббирование у телесборщиков, вы должны понимать о ком это. Далее говорится, что идет распил и так далее. Гульнара Ильясова пишет, лоббирование, канал финансов, чья-то своя политика. Ваше мнение, уважаемые гости? И это причем не все мнения, не все сообщения. Ну вот интересно было бы Евгения послушать. У меня там мнение свое, по-моему, вполне понятно. Чье это лоббирование и кто-то этого страдает. Пожалуйста, вы скажите, зачем вы делегируете на Евгения. Он тоже скажет свое мнение. У нас есть несколько автопроизводителей. Два крупных мы видели. Азия авто, они уже, можно сказать, не на рынке. Они получают большие преференции. Налоговый, утилизационный сбор за выполнение условий договора с государством им возвращается уплаченный. Вот я цифры называл, там порядка 80 миллиардов тенге им было возвращено. Ну опять же, за определенный период времени. Казалось бы, можно было бы тогда сумму, стоимость автомобиля снизить. Это наше, казахстанское производство. И тогда и людям будет выгоднее приобретать наши казахстанские машины, а не покупать автохлан за границей. Но цены остаются достаточно высокими, они кусаются. Если вот говорить о локализации, ну почему-то наши автопроизводители отказываются внедрять системы автоматической проверки, насколько вообще там есть эта локализация. Вот про автопром не буду говорить, про сельхозтехники были факты, когда на этих фитинговых платформах, которые приходят к нам в Казахстан, там были обнаружены фактически готовые комбайны, уже с прикрученными даже колесами. Хотя это одна из операций, которые наш производитель должен осуществлять у себя в своем цехе. Ну вопросов много. По-моему, есть протокол, согласно которому представитель наших автопроизводителей предлагает отсрочить увеличение глубины локализации. То есть еще большее производство, чтобы наращивать, предлагается до 2051 года отложить, то есть еще на 30 лет. То есть никаких планов, перспектив, намерений у этих людей. Понимаете, целое поколение, они уже тогда этим заниматься не будут, работать не будут, они просто отдают это на откуп другим людям. У них нет цели наращивать здесь производство. Это все очень просто. Получение вот этих преференций, налаживание собственного бизнеса и удерживание высокой стоимости. То есть ситуация с Азиафт, она наглядно демонстрирует, что вот так оно и есть. Евгений, согласны? На самом деле, давайте я добавлю по полку локализации. Локализация в нашей стране считается стоимостью. То есть если, допустим, наши рабочие из алматинского завода Хён прикручивают детали, слесаря работают, варят, окрашивают и получают деньги, это хорошо. Это и есть локализация. Не обязательно делать болты или какую-то мелочевку, которая на самом деле в мире производится там пяти, шестью предприятиями максимум. Производитель не должен заниматься болтами и всякими вещами, которые проще и дешевле привезти. Это же лучше, если наши рабочие зарабатывают деньги, тратят эти деньги в нашей стране, платят налоги, чем мы будем отдавать эти 30% от стоимости автомобиля питерским сборщикам или еще кому. Тем более, если мы берем вообще старые автомобили, вывозим деньги в зарубежье. Спасибо, Евгений. Ну это, знаете, какая-то... С одной стороны, конечно, Евгений говорит правильные вещи, да, с этим спорить сложно, но с другой стороны, здесь создается впечатление о какой-то имитации. А зачем тогда нам вообще этот автопром нужен? Зачем вот привозить фактически готовые машины, чтобы просто прикрутить к ним колеса? Для того, чтобы автопроизводители получили вот эти преференции? Или может быть для того, чтобы наше население имело возможность по достаточно доступной цене приобретать новые автомобили, чтобы наш автопарк не старел? Вот если для второй цели, я соглашусь, но мы этих целей пока не достигли. С 16-го года утильсбор введен. По-моему, результаты показывают, что его нужно очень сильно уменьшать. Всего прошло 5 лет, на самом деле, говорить о том, что в Корее, допустим, только с 11-го года убрали драконовские таможенные пошлины, чтобы импортные автомобили могли езжать вообще в страну. В Корее это родина Kia и Hyundai, да, вы имеете в виду? Ну да, это гиганты производства, которые отличные заводы у себя построили, да, и экспортируют свои машины по всему миру. И посмотрите, если мы сделаем условия такие, которые бы, ну, каждый мог желающий привести себе любой тарантас из любой точки мира, то о каких инвестициях в отрасль мы можем говорить вообще? Люди приходят, компании большие приходят, они должны как-то гарантировать то, что они смогут не только заработать, но и остаться на рынке. Ну, по-моему, наша дискуссия уже не приведет. Ну, кто придет с этим консенсусом? Ну, если вы делаете такой предварительный вывод, то я сейчас хочу застрить внимание на безопасности, о чем я уже говорила ранее. Сейчас цифры. В комитете административной полиции сообщили, что на территории Казахстана эксплуатируется почти 90 тысяч машин с российской регистрацией. Ну, то есть с российскими номерами, не факт, что там регистрация есть. Все бы ничего, вот только эти машины, ну, по факту призраки, ведь они не состоят ни на российском, ни на казахстанском учете. Проверки машин начались в августе, и вот небольшая статистика. Как я уже говорила, обнаружено 88 тысяч машин, которые не состоят на учете ни в одной из стран. Более того, 606 оказались объектами преступлений или проходят как вещдок. Также выявлены 10 случаев въезда в страну по поддельным документам. Вот такие данные. Честно говоря, вот мое частное мнение, я понимаю, да, состояние некоторых семей, когда нужно кормить семью. И единственный выход для некоторых – это частный извоз. И покупаются, естественно, ну, это же тоже вложение в некоторое свое дело, небольшие средства. Тем не менее, понимая, что эта машина может быть угнана, кто-то понес, неважно, в другой стране финансовый и моральный урон, не дай бог, еще физический. Я бы вот принципиально не стала такую машину покупать. Но, возможно, я со своей колокольней, возможно, я не сталкивалась с таким жизненным. Я с вами согласен. И я тоже водитель, я тоже наблюдаю манеру вождения некоторых водителей вот на таких машинах. Которые не чувствуют своей безответственности. Конечно, агрессивно водят, и с этим вообще спорить, наверное, бессмысленно, потому что это факт. Другой вопрос, опять же, почему такая проблема возникла? Почему наши правоохранительные органы через запросы в российскую сторону узнают, что вот эти машины оказываются в угоне, сняты с учета? Мы уже с 15 года на одном рынке, у нас нет таможенных границ. А почему базы еще не синхронизированы? А почему, вот если взять передовые государства, где есть вот эти региональные объединения, правоохранительные органы одной страны могут узнать всю историю по государственному номеру автомашины, которая зарегистрирована в другой стране, но если они там находятся в одном объединении, как, например, в Евросоюзе, у нас такого нет. Ну, отсюда и проблема. То есть это недоработка чья? Нашего Министерства внутренних дел, недоработка наших коллег из России. Ну, обвинять простых граждан, которые видят возможности и пользуются им, я думаю, тоже неправильно. Окей, ну вот смотрите, если все-таки базы синхронизируют, машину на границе проверяют, она к нам заезжает, но владелец там в России снимают с регистрации, проблема же не решится, правильно? Не факт, что машину проверяют, потому что границ таможенных у нас нет. Если синхронизируется база данных. Согласен, согласен. Если машину снимают с учета, наши правоохранители моментально об этом узнают. Они, у них есть даже телефонный номер, мобильный номер телефона этого автовладельца, ну, арендатора, да, лица, управляющего этим транспортным средством. Они могут ему направить соответствующую официальную бумагу. Ну, он уже будет в курсе, что он должен. И вот такого одномоментного, одномоментной остановки всех водителей, 80 тысяч водителей по всей стране, ну, такого не будет. То есть этим надо было заботиться уже там несколько лет назад. Ну, и в завершении все-таки хочу послушать ваше мнение, уважаемые гости. Как вы считаете, чем все-таки закончится вот это вот противостояние МВД и владельцы машин с Росномерами? Я поняла, что вы пришли к некому пониманию относительно суммы утильсбора. Евгения, не буду за вас говорить, но я хочу подытожить. Вы же тоже согласны с тем, что сумму утильсбора нужно пересмотреть? Вы сказали, возможно, пришло такое время. На самом деле этот вопрос, он в воздухе. И, возможно, это и нужно сделать. Но причина-то в крупном совсем. И вот по поводу, я добавлю, по поводу безопасности и криминала в нашем ЕАЭС внедряют электронные технические паспорта транспортного средства. Все данные будут видны, и автомобиль снят с учета или нет. Но пока мы ждем. Пока ждем. Но также по утильсбору, это тоже, мне кажется, такой долгий вопрос. В пересмотре я имею в виду цифр, показатели. Как вы считаете, все-таки в ближайшее время к чему придут? Помните, с армянскими машинами, например, позволили желтые номера. Что в этот раз ожидать? Тогда и ситуация была несколько иной. Ковид безумствовал. Закон, есть закон. Его нужно соблюдать. То есть здесь вопросов не может быть никаких. Другой вопрос, что какое-то небольшое, может быть, послабление. Правительство ведет какую-то отсрочку, мораторий, чтобы автолюбители хотя бы смогли изыскать где-то денежные средства, чтобы зарегистрировать их. Ну, возможно, правительство на что-то такое пойдет. Хотя в идеале, я считаю, все-таки нужно было бы пересмотреть эти ставки и первичной регистрации, и утилизационного сбора. Машина моя стоит 3 миллиона. Заплатить вот эти все сборы я должен в размере стоимости своей машины. Ну, это, конечно, очень странно, как минимум. Хорошо, спасибо вам большое, уважаемые гости. К сожалению, время нашей беседы подошло к концу. Спасибо за полярные мнения, за то, что мы сегодня придали новую окраску, мне кажется, обсуждаемой теме. Еще раз благодарю, всего хорошего. До свидания.